Друзья, трансферное окно близится к завершению, поэтому все больше интересных слухов и трансферов. Вы на канале Время Футбола, всем привет! В этом выпуске узнаете, перейдет ли Захарян в Челси. Кто помимо Мирончука и Головина будет играть в Европе? Кто усилит московские команды, такие как Спартак, Динамо и Локомотив? Давайте начинать! Александр Коваленко интересен двум российским клубам. Это Зенит и Динамо. На данный момент игрок принадлежит Сочи и выступает за крылья советов на правах аренды. Стоимость 19-летнего полузащитника составляет 500 тысяч евро. Достаточно ярко начал этот сезон за свою команду. Провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. По позиции он играет атакующего полузащитника. Может сыграть центрального и еще правого вингера. Трансфер Захаряна в Челси походу сорвался. Из-за того, что Челси не может оплатить эту сделку. Ожидается, что клубы в зимнее трансферное окно вернутся к этому вопросу. Капитан сборной Израиля Али Доса может перейти в московское Динамо. Футболисту 29 лет. Трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро. По позиции это правый защитник, который сейчас находится в статусе свободного агента. После того, как у него закончился контракт с голландским ВТСом. Но сначала на эту позицию рассматривали Самошникова. И уже даже появились новости, что он подписал контракт с Динамо. Но футболист не прошел медобследование. И, соответственно, не перейдет в московскую команду. Центральный защитник Николас Моричал стал игроком Динамо. Выступал за уругвайский клуб Националь. Ему 21 год и трансферная стоимость составляет 1 миллион евро. Динамо его выкупил за 4,2 миллиона евро. Нашли напарника к Фернандосу. Никола Мороз стал игроком Болоньи. Это аренда на год с правом выкупа. Стоимость аренды составляет 1,5 миллиона евро. Правый вингер Лиля Исаак Лихаджи выведен из состава своего клуба в ожидании трансфера. Лиль прям надеется на скорый его трансфер. Ему 20 лет. Стоимость по данным Трансфер Маркет составляет 3,5 миллиона евро. В этом сезоне он не сыграл ни минуты, а в прошлом выходил на поле 13 раз. Забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Ожидается, что именно в локомотив он перейдет. Полузащитник локомотива Максим Петров перешел в Аланию на правах аренды. Трансферная стоимость игрока 800 тысяч евро. Ему 21 год. Поехал за игровой практикой. Молодой футболист локомотива белорус Кирилл Зинович проведет этот сезон Виктории Геморрайш. Ему 19 лет. Трансферная стоимость 250 тысяч евро. Марк Коста может перейти в Торпедо. Это венгерский центральный нападающий, который сейчас находится в статусе свободного агента. А раньше играл в Южной Корее. Ему 25 лет и трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро. Эту фамилию я слышу впервые. Поэтому сложно что-то сказать о его игре. Дамьен Леталек стал игроком Торпедо. 32-летний полузащитник уже ранее выступал в России за Мордовию в 2016 году. Последним его клубом был греческий АЭК, с которым у него закончился контракт. В Торпедо он перешел в качестве свободного агента. Теперь это самый дорогой игрок команды. И что немаловажно, у него есть российский паспорт. Торпедо хочет подписать защитника из Рио-Аве, Педро Амарало. Ему 25 лет. Трансферная стоимость 750 тысяч евро. Торпедо предлагает 125 тысяч евро за воспитанника Бенфики. Краснодар близок к приобретению футболиста португальского клуба Шавиш по имени Жао Бачи. Его трансферная стоимость составляет 575 тысяч евро. Ему 24 года. И это крайний полузащитник, который может играть на двух флангах. ЦСКА хочет арендовать футболиста Анталия Спор Фатиха Аксоя. Это центральный защитник, которому 24 года. И трансферная стоимость составляет 3,8 миллиона евро. ЦСКА предлагает 500 тысяч евро за аренду. И хотят прописать опцию необязательного выкупа. Денис Черышев стал игроком итальянской Венеции, которая в прошлом сезоне вылетела из серии А. Венеция в этом сезоне в серии Б пока идет в середине турнирной таблицы. Но я думаю, что Денис поможет навязать борьбу за возвращение в высший дивизион. Александр Кокорин стал игроком кипрского Ариса. Это будет аренда на год. Арис это одна из сильнейших команд Кипра. Они участвовали в отборе в Лигу Конференций, но вылетели от Невчи. Посмотрим, сколько Кокорин будет получать игрового времени. И как сможет себя проявить. Я надеюсь, что он поехал туда не отдыхать. Рубин договорился об аренде 20-летнего полузащитника нефтехимика Руслана Безрукова. Обычно новости о переходах между клубами первой лиги я не включаю в выпуск. Но Безруков на тренировке круто обыграл Бакаева. Поэтому это заслуживает вашего внимания. Спартак сделал предложение по трансферу Паула Фернандеса из команды Волос, которая выступает в греческой суперлиге. Это атакующий полузащитник, которому 24 года. Трансферная стоимость 600 тысяч евро, а клуб хочет получить за него полтора миллиона евро. Спартак пока предлагает один миллион евро. Посмотрим, чем закончатся эти переговоры. Фернандес уже пересекался с главным тренером Спартака Гильермо Абаскалем, который в прошлом году тренировал Волос. И именно Абаскаль настаивает на этом трансфере. Потому что он знаком с этим футболистом. Макс Кафрие стал игроком французского Клермона. Это будет аренда на год с правом выкупа. На одного рыжего стало меньше. Клермон это аутсайдер Лиги 1. В прошлом сезоне они были на грани вылета и заняли 17 место в чемпионате. А вылетает 18 и 19 команда. Посмотрим, как Кафрие будет помогать команде остаться в Лиге 1. Слухи о скором уходе из Спартака Шамара Никольсона не утихают. Теперь еще помимо турецких клубов добавились итальянская Салернетана и английский Эвертон. Во что вообще, конечно, не верится. Им тоже интересен нападающий Спартака. Пока агент заявил, что Шамар остается в Москве. Ему здесь нравится. Переход Момо Янсане в Нижний Новгород сорвался. Сообщается, что футболисту должны были организовать трансфер в Москву. Футболист прилетел в Минск для пересадки. А его там никто не встретил. Поэтому он и не прилетел. Вот такая нелепая ситуация с хорошим игроком. Илья Жигулев стал игроком Нижнего Новгорода. Ранее он был на просмотре в Спартаке. Игрок Ростова Армин Гигович проведет остаток года в аренде в датском Оденса. Футбольный клуб Сочи подписал контракт с защитником сборной Мали Мусаси Сако, который прошлый сезон провел в бельгийском стандарте. Ему 21 год стоит 1,2 миллиона евро. И он является воспитанником ПСЖ. Футболист выкупил сам себя у клуба. А Сочи должны покрыть ему эти расходы. Контракт до 2025 года. Пока на бумаге это хорошая замена Родригао. Но на деле посмотрим, как он себя проявит. Друзья, на этом будем заканчивать. Меньше недели остается до закрытия трансферного окна в России. На этой ближайшей неделе команды должны доукомплектоваться для дальнейшей борьбы. Как вам трансферы из данного выпуска? Чей переход вас удивил больше всего? Пишите ответ в комментариях. Вы были на канале Время Футбола. Если видео вам понравилось, то с вас лайк и подписка. Также в описании можете найти ссылки на телеграм-канал и группу ВК. Кому интересно, переходите. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok